Час назад в Венском отеле «Империал» начался второй раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса. По инициативе Москвы встреча глав внешнеполитических ведомств проходит в расширенном формате. Впервые на ней собрались почти все заинтересованные стороны, включая Иран и другие влиятельные страны региона. В столице Австрии работает наш корреспондент Алексей Кондулоков. Алексей, вы в прямом эфире. Мы знаем, что переговоры проходят за закрытыми дверями, но все же, что ждут от участников столь представительной встречи? Главным результатом этой многосторонней встречи в Вене могло бы стать некое сближение позиций по сирийскому урегулированию. Настолько эти позиции разные. Дело в том, что сегодня уже состоялись консультации между некоторыми участниками этих переговоров. В частности, представители так называемой группы друзей Сирии, которых правильнее было бы назвать врагами Асада. Это главы внешнеполитических ведомств США, Франции, Германии, Великобритании, а также Саудовской Аравии и Эмиратов. Они согласовывали свои позиции на этих многосторонних переговорах. И глава Министерства иностранных дел Франции в очередной раз сказал, что у Асада нет политического будущего в Сирии. Между тем, появляются сигналы о том, что США смягчает свою позицию и, возможно, согласятся с тем, что Асад должен остаться на весь переходный период. Между тем, Россия продолжает настаивать, что политическая судьба Асада вообще не тема для разговоров. Это должен решать сирийский народ. Другой вопрос, кто будет представлять сирийский народ во время так называемого внутрисирийского диалога. И вчера, и сегодня стороны обмениваются списками оппозиций, списками возможных участников этого диалога. В частности, свои списки представила Россия, свои списки представила Саудовская Аравия. И такие же списки сегодня ждут от американцев. Очевидно, что и другие участники сегодняшних многосторонних переговоров имеют свою позицию, свои представления о том, каким образом должен состояться этот диалог и в каком формате он будет происходить. Видимо, это и есть главная тема сегодняшних обсуждений. Также, очевидно, обсуждается то, кого в Сирии нужно считать террористами, а кого так называемая патриотическая оппозиция. Какие районы следует исключить из бомбовых ударов коалиции, а какие нет. Все это, так или иначе, сложные вопросы. Нужно сказать, что главное, что происходит сегодня в Вене, это начало такого многостороннего диалога, в котором впервые участвуют не только заинтересованные стороны, но и стороны, которые могут влиять на внутрисирийский процесс. Это и Иран, который участвует по настоянию России, и Египет, очень влиятельный игрок на Ближнем Востоке. Также представители всех постоянных членов Совета Безопасности ООН сегодня в Вене, к переговорам в Вене присоединился и представители внешнеполитического ведомства Китая, и другие, также спецпредставители Генсеку ООН и глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза. И каковы будут результаты, возможно, мы узнаем из комментариев участников уже по завершении встречи. Коллеги. Спасибо. Из Вены в прямом эфире был Алексей Кондулоков. В австрийской столице в эти минуты проходят международные переговоры по урегулированию кризиса в Сирии.